Мы узнали, что украинцы капитулируют в этом конфликте, в этой войне. И тот уровень капитуляции, который происходит прямо сейчас, просто невероятен, потому что он не сравним ни с чем из того, что мы видели до сих пор. Как вы видите конфликт прямо сейчас на Украине? Украина находится в состоянии коллапса. Я уже некоторое время говорю о соотношении сил. Я говорил о военной математике, о том, что происходит, когда одна сторона потребляет ресурсы гораздо быстрее, чем они могут быть восполнены, а другая сторона накапливает ресурсы гораздо быстрее, чем они могут быть уменьшены, что в конечном итоге та сторона, которая накопит больше всего ресурсов, получит решающее преимущество, и вы увидите крах на поле боя. Прямо сейчас мы наблюдаем крах по всему полю боя. У украинцев буквально ничего не осталось. У них не осталось бригад, которые можно было бы бросить в бой. У них нет противовоздушной обороны. У них нет артиллерии. Единственное, что у них есть, это то, что они массово производят дроны с видом от первого лица. И поэтому они бросают их на поле боя, вы знаете, насыщая территорию. И это очень опасное смертоносное оружие. И так, вы знаете, они доставляют русским некоторые проблемы из-за этого. Но кроме этого у них ничего не осталось. А Россия выясняет, что Россия взрывает объекты по производству беспилотников. Россия изучает, как беспилотники общаются, а затем они собираются взорвать операторов и свести на нет это и просто продолжать в том же духе. Украина ничего не может сделать, чтобы остановить это. Вот почему Украина так отчаянно нуждается во вмешательстве НАТО. Вот почему Украина атакует эту атомную электростанцию в попытке заставить международное сообщество вмешаться от ее имени, чтобы предотвратить региональную и глобальную ядерную катастрофу. Но украинцы ничего не могут сделать, чтобы обратить это вспять. Это происходит. Ты же знаешь, что русские обычно не привязываются к срокам. Ими очень-очень движут цели. Они позволят цели определить временные рамки, а не календарь. Но впервые вы начинаете слышать, как российские политические лидеры, российские военачальники, люди, которые знают о чем говорят. Говорят о коллапсе к концу этого лета, ранней осени, о том, что Украина этого не сделает, что эта война не будет продолжаться после 2024 года. И для россиян говорить об этом означает, что они приняли решение о том, за что они будут бороться, к чему стремиться. Так что я думаю, что мы должны отнестись к этому серьезно. Я думаю, что этот происходящий сейчас коллапс, это последний, заключительный этап смерти Украины. И трагедия заключается в том, что они могли бы избежать этого, если бы приняли условия Стамбульского коммунике. Они могли бы остановить это в любой момент. Но Зеленский все еще говорит о том, чтобы заставить Россию капитулировать. Он говорит о том, чтобы провести мирную конференцию в Швейцарии, где, по-видимому, они заставят русских капитулировать. Совершенно нереалистичные вещи вроде этого. Как вы думаете, как на Западе воспринимают это условие на поле боя? Потому что мне кажется, что до сих пор в основных средствах массовой информации не показывают реальную картину того, что происходит на Украине. И когда мы видим батальон, мы видим, как батальон Азов, только что вышедший из этой кампании, не желает продолжать это. Видишь ли, вот эти люди — это крайне правая часть украинской армии. Если они не хотят воевать с Россией, то как они могут убедить другую часть украинских солдат участвовать в этом конфликте, участвовать в этой войне? Когда я путешествовал по России в начале этого года, русские сказали мне, что 1,5 тысячи российских мужчин в день добровольно отправляются на службу в рамках специальной военной операции. Российское правительство вышло и заявило, что поскольку не все добровольцы имеют квалификацию, они поглощают от 30 до 40 новых российских войск каждый месяц. Оснащают их, отправляют на обучение. Арестович, бывший советник Зеленского, недавно выступил с речью и сказал, что сегодня в Москве по всей России система переполнена мужчинами в возрасте от 40 лет, которые идут в больницы, чтобы вылечить хронические заболевания, в основном для того, чтобы получить медицинскую квалификацию для службы в армии. 40-летние мужчины идут на все, чтобы служить в армии на передовой. Почему? Военная служба в России в настоящее время считается патриотическим долгом. Мы находимся на этом этапе прямо сейчас. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь фильм «Паттон». Отличный фильм, но вы знаете, Джордж К. Скотт в роли Паттона во время его знаменитой вступительной речи сказал, «Знаешь, что ты скажешь своим внукам, когда они спросят, что ты делал во время Великой войны? Ты знаешь, будешь ли ты чистить дерьмо в Луизиане? Или ты будешь на передовой?» И я думаю, что прямо сейчас российская общественность приняла эту войну, ты знаешь праведность этой войны. Это один из этих определяющих конфликтов. А на Западе мы этого не уважаем. Мы этого не делаем. Мы не понимаем, что происходит. Я сказал то же самое, когда был там ранее в прошлом году, во время празднования Дня Победы. Подлинное проявление искреннего патриотического рвения, а не фальшь, не то, что мы делаем здесь, в Соединенных Штатах. Подлинное патриотическое рвение, когда люди плачут от переполняющих их эмоций. В России это по-настоящему. Это искренне. Вы должны увидеть это, чтобы поверить в это. Прямо сейчас это происходит в России. В Украине никто не хочет воевать. Нацисты больше не хотят воевать. Азов говорит нет. 67-я механизированная бригада, состоящая из этих головорезов из правого сектора, тоже не хочет идти в эпицентр боевых действий прямо сейчас. 25-я воздушно-десантная бригада или аэромобильная бригада были вынуждены пойти на это, и они сдаются. Они уходят. Это три элитных подразделения российской армии, которые у них остались. Вы знаете, что другие элитные подразделения, такие как 47-я бригада, были фактически расформированы, потому что они были уничтожены. Но именно эти подразделения украинцы использовали в качестве пожарной команды, чтобы заткнуть дыру в линии фронта. И они говорят, мы не хотим этого делать, потому что когда их послали в одевку, им пришлось бежать или умереть. И теперь их просят пойти в ситуацию, которая хуже, чем одевка с точки зрения превосходства русских. Они такие, нет, мы не хотим умирать. Если мы пойдем туда, мы умрем. На кого украинцы могут рассчитывать прямо сейчас? Где их 40-летние мужчины? Все они уже отслужили и умерли. Они рассматривают возможность мобилизации 20-летних. Но учитывая реалии украинской демографии, на самом деле та возрастная группа, на которую нацелена мобилизация для призыва на военную службу прямо сейчас, там их меньше. Их осталось очень мало. Они не родились. То, как работала украинская система, заключалось в том, что женщины в определенный момент перестали рожать детей. И так, что 20-летних детей больше не осталось. А те, что есть, сбежали, откупились от службы. Они не хотят служить. Когда ты снова просто подумай о мотивации. Я 40-летний русский мужчина. И, допустим, у меня хроническое заболевание спины, которое исключает мою военную службу. На свои собственные деньги я иду и делаю операцию. На свои собственные деньги я иду и прохожу реабилитацию, чтобы в возрасте 44-х лет пойти к военному рекрутеру и сказать, я добровольно иду служить на передовую. И рекрутер говорит, хорошо, ты прошел медосмотр. Русские тренируют этого мотивированного человека, когда он просыпается каждое утро и тренируется, он говорит, как мне подготовиться, чтобы стать лучшим солдатом на передовой. И он окружен солдатами, которые верят в то же самое. Когда они заканчивают тренировки каждый день, они собираются вместе и разговаривают об этом. Что мы узнали? Как мы можем сделать это лучше? Ты знаешь, я не могу дождаться, когда у нас появится шанс послужить нашей стране. И у них было свое руководство, которое сейчас ищет мужчин, желающих пройти обучение. Так что это мотивирует руководство. Руководство пытается подать пример. Они проводят обучение самого высокого качества, используют самое лучшее оборудование. И вот они создают это мотивированное подразделение, которое отправляется на передовую, и теперь они готовы сражаться. С другой стороны, у вас есть подразделение, состоящее из парней, которые пытались сбежать в Молдову, но были пойманы. Их избили. Их отправили на обучение, где они содержатся в условиях, похожих на тюремные, потому что из страха, что они сбегут. Им нельзя доверять боеприпасы или что-то еще. Так что они получают очень небольшую подготовку в обращении с оружием. Им выдают форму оружия, им выдают вещи. Они не выдают свое оружие вместе с боеприпасами последним вторым. И их сажают в машину, везут на передовую, выписывают, но их руководство им не доверяет, потому что эти ребята уже убегали один раз. Они им не доверяют, у них нет руководства. Так что они приходят и говорят, куда нам идти. Что нам делать? Умереть. И вот они там ждут. Вот идут русские, которые хотят сражаться. Вот эти ребята там. У них есть выбор. Они могут остаться сидеть на корточках. Их взорвет Ф-500 или их убьют штурмовые подразделения. Они могли бы попытаться дать отпор, но у них нет никакой подготовки. Они не знают, что делают. Так что они встанут, будут стрелять и молиться, а потом их убьют. Они могут отступить, но не могут, потому что позади них находится подразделение Кракен. Нацистские головорезы установили пулеметы и снайперов. И когда они отступят, подразделение Кракен расстреляет их там, где они смогут сдаться, и русские возьмут их в плен. И надеюсь больше, если те, кто выжил после российских подготовительных обстрелов, сдадутся. И мы видим, мы видим одно видео за другим, как украинцы просто поднимают руки и говорят, мы сдаемся, мы сдаемся. У них нет мотивации. Они не верят в то, что они делают. Они не верят в то, за что они борются. У них нет подготовки. У них нет снаряжения. Они там просто для того, чтобы умереть. Такова ситуация на линии фронта прямо сейчас повсюду. Элитные подразделения не хотят воевать, потому что знают, что они умрут. Другие подразделения состоят из людей, которые не хотят там находиться, которые в конечном итоге должны принять решение сражаться или умереть. И многие из них предпочитают сдаться. Все еще есть украинцы, которые сражаются. Это еще не конец. Это еще не полный конец. Русские должны быть осторожны. Есть, есть возможности. Есть некоторые украинцы, которые, знаете ли, говорят, это моя страна. Это моя земля. Я собираюсь, я собираюсь сражаться, но их становится все меньше и меньше. Почему? Потому что именно они на самом деле стоят и сражаются, и Ф-500 попадает в них и испаряет их. И заменить их неким. Никто не мотивирован. Все мотивированные ребята сражаются и умирают прямо сейчас, пока мы говорим. Как только они умрут, заменить их будет неким. Коллапс продолжится. Лукашенко на своей последней встрече с Путиным сказал, что Путин этого не сделает. Путин не подпишет никаких соглашений с Зеленским после 21 мая. Как вы думаете, когда он говорит что-то подобное, он имеет в виду, что он готов к переговорам с Зеленским как можно скорее? Или он не заинтересован в каких-либо соглашениях и переговорах с Зеленским? Во-первых, в интересах России не заключать никаких соглашений с Зеленским. Что должен сделать Зеленский, чтобы они пришли к согласию? Это то же самое. Если мы с тобой деремся, и ты бьешь меня, и я знаю, что ты собираешься меня избить, но я бью тебя изо всех сил. И ты понимаешь, что черт возьми, он мог бы нанести мне удар и нокаутировать меня, или я мог бы закончить его бой со сломанными ребрами и сломанным носом. И у меня сегодня вечером свидание, и я не хочу обязательно идти на него. Так что мы можем договориться о мирном урегулировании, где ты скажешь, хорошо, мы прекращаем драку. Теперь я должен отказаться от большего, чем ты собираешься получить, но я получаю что-то, потому что я прекращаю драку. Так что я получу что-то от этого боя. У нас есть переговоры. Кто не пойдет на такие переговоры с Зеленским? Он уже сделал это. Это называется Стамбульское коммунике. Оно было на столе с апреля 2022 года, и украинцы проигнорировали его, отвергли. Теперь оно снято с повестки дня. Ты никогда не получишь это обратно. Так что же теперь, Путин, мы находимся на той стадии, когда ты знаешь, что я не смогу тебе противостоять. Ты сломал мне обе руки. У меня сломаны ребра. Я истекаю кровью. Я сдаюсь. И ты можешь просто выбить из меня все дерьмо. Ты даешь мне последний шанс. Я позволю тебе выйти из бара, пойти домой и истечь кровью до смерти в твоем доме, и я перестану тебя бить прямо сейчас. Но это твой единственный вариант. Покинь бар, иди домой и никогда больше сюда не возвращайся. Если ты останешься, я убью тебя. Вот в чем заключается твой выбор. Это единственные переговоры, которые состоятся прямо сейчас. И это безоговорочная капитуляция Украины. Сейчас, что говорит Путин, так это то, что 20 мая, поскольку Зеленский не смог провести президентские выборы, срок его полномочий истечет. Именно тогда должна состояться инаугурация, приведение к присяге нового президента. Поскольку у них не было выборов, когда истечет срок полномочий Зеленского, Зеленский заявил, что он собирается остаться на посту президента. Но русские говорят, нет, мы не признаем его президентом. Так что до 20 мая вы можете подписать документы о безоговорочной капитуляции. После 20 мая мы найдем кого-нибудь еще, потому что вы больше не являетесь президентом Украины. Но вот еще одна важная вещь. Русские заявили, что они не будут убивать главу государства. Вы знаете, потому что, знаете ли, им приходится действовать в мире, где как только вы начнете убивать глав государств, люди могут нацелиться на вашего главу государства. И русские дали понять нескольким людям, что они не убьют Зеленского до тех пор, пока он является главой государства. Но Россия заявила, что 20 мая вы перестанете быть главой государства. И если бы я был Зеленским, я бы воспринял это как то, что после 20 мая мой иммунитет исчезнет и я умру. И опять же, это способ оказать большее давление на Зеленского, чтобы он понял, что эта ситуация не будет длиться вечно. На самом деле она быстро подходит к концу, и у вас заканчиваются варианты. Это твой выбор, потому что Путину все равно. Ему действительно все равно. Он предпочитает даже не произносить имя Зеленского. Он не испытывает никакого уважения к этому человеку, ни малейшего. Но он уважает верховенство закона. Он уважает, знаете ли, дипломатические нормы. Так что если украинский народ избрал человека, которого они называют президентом, и этот человек все еще находится у власти, то он является президентом. И поэтому мы заставим его подписать документы о безоговорочной капитуляции. Но после 20 мая он больше не будет президентом, и мы никогда больше не будем иметь с ним дело. На самом деле мы, скорее всего, убьем его. Вот что я думаю Путин имеет в виду под этим. Действительно ли русским нужно убивать Зеленского? Потому что, судя по тому, что мы видели до сих пор, Зеленский делает с Украиной, уничтожает Украину и каждый ее уровень. Нужно ли им это делать? Нужно ли русским это делать? Или батальон Азов? Эти ультраправые националисты сделают это за русских, потому что они так устали от Зеленского. Ну, Россия не собирается делать ничего, что усилило бы Азов. Они тоже убьют весь Азов. Ты же знаешь так, что если Азов хочет убить Зеленского до того, как Россия убьет Азов, это их дело. Русским все равно. Зеленский – военный преступник в глазах русских. То, что он сделал, это преступление. И поэтому он заплатит, если останется, даже если они не убьют его, они арестуют его, и он предстанет перед судом, и он будет признан виновным в военных преступлениях. И он будет томиться в тюрьме, вероятно, до конца своей жизни. С Азовом, если им дадут возможность сдаться, будут обращаться еще более сурово, с суровыми тюремными сроками и так далее. Но я не думаю, что имею в виду, что Россия не собирается убивать пленных. Но я думаю, что Россия собирается сделать так, чтобы Азову было очень трудно сдаться. Это что-то вроде того, как русские, штурмующие Берлин, или советы, штурмующие Берлин, могли захватить обычного немецкого солдата. Но если ты эсэсовец и все равно умрешь, потому что они их ненавидели, они презирают их. Они презирают то, за что они выступают. Азов — это современные эсэсовцы. То же самое можно сказать и о 67-й механизированной бригаде. Это очень плохие люди, и у них нет будущего. Никакого. Это поездка в один конец в ад. Такова просто реальность этого. И России нужно это подчеркнуть. Потому что России нужно, чтобы средний украинец потерял веру в свое руководство, потерял веру в националистическое движение. И это первый шаг к деноцификации — сделать этих националистов, этих бандеровцев изгоями в их собственном обществе, не потому что так сказала Россия, а потому что украинцы отвергают их. И вы делаете это, лишая их легитимности по всем направлениям. И вы делаете это, делая их неизбежный конец неизбежным. У этих людей нет ни единого шанса. Не будет никакой капитуляции. Не будет никакой почетной капитуляции. Не будет никакого счастливого конца. Эти головорезы, эти террористы, эти нацисты либо умрут, либо заплатят суровую цену. Но счастливого конца для этих людей не будет. И как только вы ясно дадите это понять украинцам, украинцы, надеюсь, дистанцируются от них. И тем самым откроют возможность для прекращения этого конфликта таким образом, чтобы спасти как можно больше хороших украинских жизней. То, как Зеленский разрушил Украину. Как вы думаете, останется ли у нас страна под названием Украина в будущем, если в конечном итоге она окажется страной, не имеющей выхода к морю? У нас есть различные этнические группы в западной части Украины, которые не захотят быть частью Украины после всех этих проблем, которые они наблюдали во время этой войны. С одной стороны, вы видите все эти трудности. С другой стороны, вы видите, как Энтони Блинкен и Столтенберг говорят о том, что Украина является частью НАТО. То, что сейчас происходит на Украине, просто невероятно. Любой, кто думает, что Украина станет частью НАТО, должен быть проверен на употребление наркотиков и на умственную отсталость, потому что Украина никогда не станет членом НАТО. Нет никакого механизма, который позволил бы Украине стать членом НАТО. Украина никогда не станет членом Европейского Союза. Это никогда не стояло на повестке дня. Украина никогда не соответствовала требованиям и никогда не будет соответствовать им. Это просто морковка, брошенная туда людьми, которые пытались держать украинцев в заблуждении, чтобы Украина продолжала играть ту роль, которую НАТО на Западе хотела, чтобы она играла. Это инструмент Соединенных Штатов и НАТО, который был разработан не для того, чтобы спасти Украину, а для того, чтобы навредить России. И этот инструмент уйдет. Линдси Грэм уже сказала об этом, другие говорили об этом до последнего украинца. А когда падет последний украинец, что ты будешь делать с этим инструментом? Ты отбросишь его в сторону, потому что ты никогда не был там ради Украины. Мы никогда не были там ради украинцев. Я говорил, я уже говорил тебе об этом раньше. Они нам не нравятся. Мы их ненавидим. Мы их презираем. В чем же заключается доказательство? В том, как мы относимся к ним. Разве это то, как вы относитесь к другу? Разве это то, как вы относитесь к союзникам? Разве это то, как вы относитесь к Украине? Ты начинаешь осознавать этот факт. Ты же знаешь, что так к друзьям не относятся. Ты никогда не был их другом. Они никогда не любили тебя. Они, будучи коллективным Западом, не уважают тебя. Они только используют вас и выжмут из вас последнюю каплю крови, прежде чем бросить вас. Послушай, что еще они говорят, Столтенберг и другие. Они говорят, что эти бюджеты, я слышал, как Столтенберг говорил об этом на днях, эти бюджеты, эти деньги, они будут направлены на то, чтобы сделать наши экономики сильными. Ты слышишь, как об этом говорят американские сенаторы? Большая часть этих денег не пойдет на Украину. Они придут сюда, чтобы построить оружие для нас, чтобы пополнить наши запасы. Вау! О чем это говорит? О том, что вам нужен этот украинский конфликт, чтобы он продолжался. Вам нужны смерти украинцев, чтобы военно-промышленный комплекс мог заработать больше денег, получить большую прибыль. Это отвратительно. Это бесчестно. Это отвратительное поведение со стороны Запада, но этого следовало ожидать, потому что нам не нравятся украинцы. Мы бросим их. Они хороши ровно настолько, насколько они приносят результат, который мы считаем приемлемым. А результат, ради которого мы хотели их использовать, это нанести вред России. Украина существует для того, чтобы убивать русских. Нам все равно, сколько украинцев умрет. Нас волнует только то, сколько русских Украина сможет убить. В этом и заключается их цель. В этом и заключается инструмент. Мы используем этот инструмент до тех пор, пока инструмент не перестанет работать. И опять же, я просто напоминаю людям, что когда-нибудь нам придется сесть за стол переговоров с русскими. И те русские, которые будут смотреть на нас, потеряют мать, отца, сына, брата. И они узнают, что мы несем за это ответственность. И захотят ли они действительно вести с нами бизнес. Мы знаем, что Олаф Шольц ездил в Китай, чтобы убедить китайцев не поддерживать Россию в конфликте. На ваш взгляд, когда она смотрит на Шольца и видит лидера, который не был готов выступить против Соединенных Штатов. Потому что они нанесли очень серьезный ущерб их инфраструктуре в трубопроводе Северный поток и готовы рискнуть всем в пользу Соединенных Штатов. Как они могут верить в то, что Олаф Шольц будет говорить с ним, видеть в нем серьезного переговорщика? Я думаю, тот факт, что его встретил заместитель мэра, когда он вышел из самолета, показывает, что китайцы думают об Алафе Шольц. И давайте рассмотрим это в контексте. Да, Олаф Шольц приехал и сказал, что якобы цель его поездки состояла в том, чтобы убедить китайцев отвернуться от своих стратегических партнеров и союзников России. Но чтобы даже рассматривать это, что Шольц может предложить? Если бы Шольц был серьезным человеком, серьезным предложением, серьезной властью, серьезностью, Си Цзиньпин встретил бы его в самолете и сказал, эй, иди сюда. Позволь мне произвести на тебя впечатление. Мне нужно относиться к тебе хорошо, чтобы у нас был хороший разговор, потому что ты можешь что-то сделать для нас. Ты приносишь что-то для нас. Шольц был там, чтобы просить, чтобы он поехал туда, он должен был сказать эти глупые вещи, которые он сказал, потому что ему нужно было прикрытие. Политическое прикрытие для его реальной цели, которое состояло в том, чтобы просить китайцев разрешить немецкой промышленности продолжать работать там. Потому что единственная немецкая промышленность, которая зарабатывает деньги, это немецкая промышленность, работающая в Китае. Все остальные немецкие отрасли промышленности теряют деньги. Германия это страна, находящаяся в состоянии промышленного спада. И идиоты немцы действовали в соответствии с философией разъединения или снижения рисков, я думаю именно так они это называли. Снижение рисков. Мы не вводим санкции против Китая. Мы не разрываем отношения с Китаем. Мы снижаем риски. Ну, а что это значит? Введение санкции, разрыв отношений, но мы называем это снижением рисков, потому что мы не хотим оскорблять китайцев. Но затем, когда он отправился туда, когда другие немецкие лидеры отправились туда, чтобы поговорить о снижении рисков, лидеры немецкой промышленности напомнили им, они сказали. Вы хотите, чтобы мы снизили риски для Volkswagen? Да, вам нужно снизить риски для себя в Китае. Вы же знаете, что деятельность Volkswagen, если посмотреть на всю нашу бизнес-модель, единственное место, где мы зарабатываем деньги, это Китай. Везде, где мы работаем, мы теряем деньги. Так что вы говорите мне как лидеру компании, что для того, чтобы успокоить вас, успокоить Европейский Союз, я должен совершить самоубийство как компания. Потому что, если я закрою китайское подразделение, я не заработаю ни цента. Я должен закрыть свой бизнес. Ты же знаешь, на что смотрел Порше, наблюдая за всем этим. Ты же знаешь, что сделал Порше. Они отправились в Америку. Порше отправился в Америку, потому что они больше не могут вести бизнес в Германии, не могут его поддерживать. Многие немецкие отрасли промышленности закрывают свои магазины и переезжают в Америку. Я бы предположил, что Volkswagen, возможно, последует их примеру в ближайшее время. И поэтому Шульц понял, что это происходит, это бегство происходит. Так что он должен был вернуться в Китай и исправить ущерб. Он должен был пойти к китайцам и сказать. Вы знаете, когда мы говорили о снижении рисков, мы на самом деле не имели это в виду. На самом деле мы хотели сказать, что мы хотим пойти на большой риск с Китаем. Мы хотим удвоить наши усилия. Мы хотим пойти ва-банк. Ты знаешь, мы собираемся поставить все на красное, детка. Давай, коммунистическая партия Китая, сделай так, чтобы это произошло. И как ты тоже можешь это уважать? Потому что сейчас он стал жалким. Китайцы не уважают Германию. Китайцы реалисты. Они будут вести бизнес. Ты же знаешь, что можно заработать деньги. Но идея о том, что Китай относится к Аллафу Шульцу с уважением, абсурдна. Они его не уважают. Они не уважают Европу. Они этого не делают. Они теряют уважение в Соединенных Штатах. Джанет Йеллен только что побывала там, и она снова вышла, пытаясь оказать давление на китайцев и запугать их. В своей речи она жаловалась китайцам на то, что китайцы просто слишком хороши. Но у китайцев лучшая цепочка поставок, чем у нас. Сделай лучше, Джанет. У китайцев слишком большой экономический двигатель. Почему бы тебе самой не обзавестись большим экономическим двигателем, Джанет? Я имею в виду, что все, что ей нужно было сделать, это просто сидеть там и говорить, что китайцы просто слишком хороши, слишком сильны, слишком велики. Нам нужно, чтобы китайцы стали слабее сами по себе. Зачем Китаю это делать, Джанет? Что ты предлагаешь? Я имею в виду, разве ты не можешь конкурировать с китайцами? И она в значительной степени признала, что мы не можем конкурировать с китайцами. Так что мы стали неактуальными. И ты видел это, когда она туда приехала. Китайцы были вежливы, но с ней не обращались по-королевски. Они относились к ней как к маленькой фигурке. Они играют. О, ты хочешь войти? Хорошо, входи, садись. У меня, к сожалению, не получится присутствовать на этой встрече, но я найду кого-нибудь. Эй, ты не мог бы позвать уборщика? Да, заходи сюда. Да, положи свою метлу, но сядь сюда. Вот блокнот. Делай заметки. Дай мне знать, что она скажет. Хорошего дня. Джанет, наша уборщица. Джанет, уборщица, получи это. А потом они уходят. Вот с таким уважением китайцы сейчас относятся к западным делегациям. Китайцы сделали разворот в сторону России. Они преданы России. Они говорили об этом в экономическом, политическом плане, а теперь и в плане безопасности. И ни одна делегация, возглавляемая, знаете ли, каким-нибудь болтливым, бесполезным немецким канцлером по имени Олаф Шульцер, Джанет Йеллен. У которой нет плана игры в отношении того, как вести себя с китайцами. Ее единственный вариант умолять китайцев сломаться, потому что именно это она по сути и говорит. Это все равно, что если бы я играл с тобой в баскетбол, а ты лучший баскетболист, чем я. И теперь я расстроен, потому что ты тренировался. Ты действительно встаешь в 6 утра, бегаешь, часами отрабатываешь свой штрафной бросок. Я встаю поздно, в 9-10 часов. Я сажусь и ем сэндвич из Макдоналдса, пью молочный коктейль, смотрю телевизор и толстею, а ты сидишь там и играешь. А теперь я прихожу на игру и говорю, эй ты, ты слишком хорош. Тебе нужно сломать ногу ради меня. А ты такой, почему я должен ломать ногу? Зачем мне это делать? Китайцы говорят, вам нужно сломать ногу. Вам нужно сделать себя слабее экономически, а не эффективнее. Китайцам нравится, почему мы должны это делать? Мы ходили в спортзал, ты сидел на диване. Так что нет, китайцы не относятся ни к чему из этого. Они относятся к русским с уважением сейчас. Потому что они признают, что то, что мы пытаемся сделать с Россией и Украиной, это именно то, что мы пытаемся сделать с Китаем в отношении Тайваня. И они не хотят, чтобы это произошло. Так что лучший способ предотвратить американскую и европейскую экспансию на Тайвань, это победить их на Украине. И Китай на 100% стоит за победой России, что является еще одной причиной, по которой Россия выиграет. Они выиграют в этом году. Они могут победить к августу. Кто знает. Перед тем, как закончить, Скотт, если вы посмотрите на эту поездку шольцев в Китай и на точку зрения Соединенных Штатов европейцев, они всегда думают, что есть способ отделить Китай от России. На основании того, что мы видели до сих пор, как вы думаете, насколько глубоки эти отношения, это партнерство между Россией и Китаем? Я собираюсь ответить на ваш вопрос, но при этом я обращаюсь к другим людям. Так что позвольте мне такую возможность. Да? И те люди, которые смотрят это, я не знаю, смотрите ли вы это, но может быть вы это делаете. Ты меня знаешь. Я работаю с тобой уже несколько десятилетий и сопротивляюсь всему, что я пытался сделать, чтобы открыть тебе глаза на Россию. И из-за твоего сопротивления, ты также невежественен, как и раньше, в отношении России и Китая, и ты продолжаешь излагать философию, ориентированную на западную точку зрения. Ты думаешь больше, как Олаф Шульц, и меньше, как Си Цзиньпин, потому что ты тратишь все свое время и усилия на то, чтобы слушать Олафа Шульца и его окружение. И ты не тратишь время на то, чтобы слушать Си Цзиньпина, или если ты это делаешь, то только на периферии, тебе действительно все равно. И ты полностью игнорируешь Владимира Путина. Я уже некоторое время говорю тебе, что тебе нужно поехать на Санкт-Петербургский международный экономический форум. Позвольте мне объяснить вам самым простым способом, почему. Потому что вы ответите на вопрос этого джентльмена. Китай и Россия связаны. Если вы зайдете на этот форум, вы увидите, как приходят китайские компании. Вы увидите близость отношений. Я общался с российскими бизнесменами, которые ведут бизнес в Китае, которые отправляют делегации в Китай, и они информировали меня о характере договорных отношений, масштабах экономического взаимодействия. Вы видите, как китайские бизнесмены приезжают в Россию, как Россия и бизнес едут в Китай. Это тесные отношения, которые невозможно разорвать. Они взяли на себя стратегические обязательства друг перед другом. Но поскольку вы сидите на своих задницах в европейском городе или здесь в Соединенных Штатах, вы ничего не знаете об этой реальности. Единственный способ испытать эту реальность, это поехать и увидеть ее своими глазами. Любой, кто думает, что вы можете вбить клин между Россией и Китаем, ничего не знает ни о России, ни о Китае, ни о том, как они работают вместе. И это ужасная правда. И я говорю ужасная, потому что если мы этого не сделаем, мы потеряем контроль над миром. И мы теряем контроль над миром, потому что мы больше не понимаем мир, в котором мы живем. Мы продолжаем действовать так, как будто основанный на правилах международный порядок – это Евангелие. И поэтому, когда проповедник Тони Блинкен, Джо Байден, выходит на трибуну и начинает проповедовать слово Евангелие, мы сидим там и говорим «Аминь, брат, аминь». Но мы смотрим вокруг и видим, что конгрегации, которая раньше была там, больше нет. Это только я и горстка людей, которые говорят «Аминь, аминь». Но потом мы собираемся вместе и обманываем себя, сидя в комнате вместе, извергая старую чепуху, думая, что это имеет значение. Тебя больше никто не слушает. Ты проповедуешь это хору, но хора не существует, потому что они ушли в другую конгрегацию, в конгрегацию Брикс. И это огромная массивная конгрегация. И там не один проповедник. Там целая куча проповедников, произносящих слово Господа, которое является многополярностью. Это многополярность с русским и китайским акцентом. И если индийцы когда-нибудь соберутся с мыслями и перестанут думать, что может быть эта церковь международного порядка, основанного на правилах, все еще актуальна. В Индии это не так. Это сломанная система. Тебе нужно идти в Бриксы. Ты в Бриксе, но тебе действительно нужно посвятить себя Бриксу. И поэтому они будут говорить с индийским акцентом. У них есть бразильский акцент, южно-африканский акцент. Это потрясающе. У них есть иранский акцент, саудовский и арабский акцент. У них будет еще больше акцентов. Скоро у них может появиться колумбийский акцент. Кто знает. Но это большая конгрегация. Это все некомпетентно. Но ты знаешь, какого акцента у них нет? Американского акцента или британского акцента? Потому что американцы, которые являются британцами, слишком глупы, чтобы понять реальность, которая существует сегодня. И чем дольше вы ждете и не принимаете эту новую реальность, тем дальше вы окажетесь позади. И скоро этот мир, в котором вы живете, где вы думаете, что у вас есть представление о центрах силы. Центры силы смещаются. Перестаньте говорить на языке Шеврон. Перестаньте говорить на языке Тотал. Начните говорить на языке Роснефти, китайской нефтяной компании, потому что именно там находится сердце глобальной экономики. И мы говорим о глобальной энергетической безопасности. Это там, а не здесь. Это меняется. И если эти люди хотят действовать отдельно от этого, они окажутся сведенными на нет. И поскольку вы представляете только их интересы, вы будете сведены на нет. Повзрослей, будь зрелым. Поезжай в Россию, поезжай в Китай, узнай правду. И тогда ты сможешь вернуться и дать действительно хорошие советы своим клиентам и убедить их в том, что для того, чтобы выжить, они не должны действовать отдельно от Брикс или Китая. Они должны подключиться и стать частью этого многополярного мира. Но до тех пор, пока вы этого не сделаете, вы будете просто невежественны. Продолжение следует...